я собака ты собака я собака ты собака я собака ты собака и музыка с футлайн майами майни вновь с вами всем привет и сегодня реакция на видео от бифо раз в год и бифо выпускает видео как говорится на со мной чаще чем мир би называется видео история мод 5 солдат и неудачи опять что по солдатов опять что про армию а я хочу сказать что там хоть был то блять а вы простите откуда злой инкомат и естественно мне туда не очень хотелось ужасная болезнь доктор вводим топли сушь мире аниме в дурку его чего-то оу грустно бифо здорово личинусы он извинился там живы еще и я прям даже соскучиться успел а все лето я тусил у себя на балконе не ну реально летом здесь не было татуса но вернемся к теме военкомат уютненько предложил мне отдохнуть расслабиться в стенах местной психиатрической лечебнице не ослабляющее расслабляющее биг тесте ему сучка не нравится я тебе рогу блять накормлю фиолетовый зал у меня знакомый тоже умел в пальцах крутить давайте блин большая часть пациента жите правило дурдомного клуба никому не рассказывай дурдомном клубе за пределами клуба все что происходит в палате остается твоей истории болезни умей пока покатать нардишки картишки сеги равно уважение в туалет больше пяти человек не ходить и как видно большая часть пациентов любила околачиваться в коридоре я не знаю может там стены были мягче и об них башкой было биться приятнее и ответа за все время я так и не узнал а в голове было лишь да как это меня так угораздило тогда одежду мне пришлось сдать почти всю но взамен мне выдали уже поношенный кем-то комплект брони класс штаны и кираса и бомба веселый им прям там ну вообще весело было также по ходу дела объяснив мне местные правила и распорядок дня не нормально же живут минутки я у мамы через пару дней познакомился совсем населения палаты и узнал как тут вообще жизнь протекает она там и продел поможется кстати куда-то мимо кстати насчет моих новых знакомых не ну справа вообще опасно а ну погоняла а да там было описано погоняла а до дыр неизвестно рост 72 и 60 килограмм модари приют я понял а я понял парни со своим приколом а чё нужно в говнились ходить далеко не надо люди там и вправду лежали разные даже представительницы прекрасного пола попадались до примеру была тянучка которая ела банановую кожуру собственно мы ее так и называли ебананутая ебананутая ебанутая эй мальчик мальчик Boom что тебе надо ετε нет да ладно ветерина devenг еще был verde по оседине полит и сейчас ездил везде на своем кресле скрипел и по вечерам прикатывался в нашу палату белился на меня 혹 прекрасная жизнь О, сука! Чё? Еее, музыка с Хутлайн Майами. Это понимая жетуха. Я, конечно же, привык к странному поведению моих соседей. Но иногда они выдавали что-то прям совсем за грани моего понимания. Ребята, а у вас есть чё покушать? Ах да, а это Виталий. И Виталий не одобрял подобный контент. Бля, чё-то я, бля, замкнуло меня, бля. Ай. Да, Виталий знал, как сделать из человека жёлтый. Он тут аниматоров некоторых поставлял. Ну или это у меня такие уже, блядь, флешбеки, за то, что я пересмотрел слишком много аниматоров. Ну а так, всё у нас было хорошо. И жили бы мы долго и счастливо. Но что-то, фак, пошло не так. Привет, молодёж. Здорово. Вот этот молодой человек теперь будет жить вместе с вами. Слышь, дядя, Виталия таких не любит. Каких таких? Ой, да вы ему просто не говорите. Мне кажется, он и внимания не обратит. Да и пофиг мне, мне через час домой на выходные ехать. Ну, тогда развлекайтесь, молодёжь. Да уж, не сомневайтесь. Бифо Хаб Стори Мода. Ну и, собственно, из-за того, что я был от военкомата, мне на выходных разрешалось съездить домой. А так как ситуация в моём доме на тот момент была ничуть не лучше, чем в дурдоме, то буквально через день я уже вернулся обратно. Вечер моего отсутствия. О, котик. Сэллормун. Нормально. Сэллормун классика. Но почему-то она была пуста. Почти. Бля, снова эта каша из говна и палок. Интересно, они сами-то её пробовали. Брифки. Вот тогда-то примерно я и осознал, где нахожусь. И то, что это далеко, а не санаторий. И то, что люди сюда попадают непросто так. Он очки вытерял, ладно. Так, отлично выглядишь. Чё, как? Я вчера пелнувся. Да, выглядишь так, как будто тебя жарили всю ночь. Не об Виталика случайно? Да нет, а брак веню. Бля, как же у него вкусно жареным пахнет. А чё, один свитит? Это всё из-за того здоровья. Откуда вернусь? Это что он сказал? Я сказал, что если кто-нибудь пойдёт со мной на обед, тот станет зашкваренный петушарой. И вот поэтому никто не пришёл. Никто, никто, никто. Ага. Кроме меня. О. Кроме тебя. Ага, да это прям классика уже. И неделя не прошло с того момента, как я заселился. А со мной уже никто не разговаривает. Заебись. Но я не жалуюсь. Мне даже был по кайфу. В отличие от кое-кого другого. Ведь в столовке не зря так вкусно пахло. Шашлыками. Шашлыками? Ночью его отсутствие. Окей. А вот если смочить ему жопу, то, скорее всего, он снова им станет. Давай быстрее уже. Отличная, блин, была идея заселить этих троих в одну палату. Чувака, который, ну прям, чё-то жёстко косил под... Как это сказать? Ты хочешь, чтобы не обидеть никого? Подгончара? Ну и вот этих своих новых знакомых. Подгончара. Вот брат акробата, блин. Ты свет включи, а то я не вижу ни хрена. Спасибо. Эх. Виталий Романович. Чувак. Держите его. Прекрасно. Бедняга, пацан. Представляете, обжечь кому-то есть вот так сколько ожогов. Хрен потом отрасрут волосы. Мудаки. Алло, здравствуйте. Это Алексей Ябланович? Нет, это его мама. И его сейчас нет. А не знаете, когда он будет? И ближайшие лет восемь точно не появится. Ага. Ясно. Ну тогда передайте ему, чтобы пришёл военкомат и забрал свои документы. Хорошо. Спасибо. Какие, блин, документы. Вот ваш военный билет. Не хухры-мухры, между прочим. Не мухры-хухры? Не махны-хухны. Махны-хахны. Мухны. Ага. Пообщались. Сейчас пришёл вон. Товарищи новобратцы, с этого дня вы будете отдавать мне свою честь? Пока меня в армейке егут, 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 егут. Что есть, то есть. Задний фон. Это что, Битлз? Какие тулз? Чё, дрожь, знакомые какие-то. Ну да, знакомые. Служишь сейчас, небось? До сих пор, надеюсь. Я, кстати, поначалу и не знал, что они тулжат военкоматы. А мы, оказывается, даже медкомиссию в один день проходили. И в очередях в одних стояли. Только вот почему-то мне дали военник, а им нет. Ну ладно, я просто думал, что у нас в армию берут как бы здоровых людей, а не с психическими отклонениями. Ну, раз так, наверное, взяли, потому что не готовы, блядь, херню творить. Гоняли меня целый год как шакала от очереди к очереди, выдавили из меня все анализы, и теперь у меня есть военник. Выдавили. Он в шкафу, блядь, лежит. Нахуй не нужен никому. И ведь им даже жопу вытереть нельзя. Ну, зато они в армии. И морали в море тоже нет. Да и вообще, кто я такой, чтобы давать вам советы и читать морали? Может, анимация заканчивается через два. Что вы думаете? Что злый, блядь? Тупо превратился в story time. Хотя это и есть story time, по факту, просто такой. На спидах. Рейн, мармаш, расшаг. Блин, а вот Рейна ничего не заметил, то ли это тупой. Всем спасибо за просмотр. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на Бифо. Он выпускает видео очень редко. Крайне редко. Поэтому он не будет засирать вам ленту. Как минимум, это плюс. Это не мой канал. Каждый день по два видоса. Но у него неплохие видосы, если вы любите попарываться в какую-то такую же днягу. Поэтому переходите, подписывайтесь на Бифо. Если вам нравятся мои реакции, мои реакционерские штуки, можете подписаться на мой канал, поставить тоже лайк. И знать, что у меня есть промокод. 100 долларов, ребята. Пользуйтесь. Промокод и ссылка в комментариях. Всем удачи, ребят. Всем пока. Пую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok